Всем привет, ребят! Вы на канале 7Games, я продолжаю играть в игру Tekken Mobile, это у нас вторая часть. Здесь сегодня мы откроем пакеты Додзе, ну а также посмотрим на премиум наборы, что же нам оттуда повыпадает. Что ж, давайте начнем. Возможно, даже сегодня немного поиграю в истории также, если прокачаю персонажей, если прокачаю персов, потому что у меня сейчас персы не особо сильные. Начнем вот с этих гигантских сундуков, они мне повыпадали сразу, чтобы рассказать. Вот здесь вот, в Додзе, с традицией Додзе других игроков, вот так вот называется этот режим. Повыпадали вот эти вот пакеты, я приобрел одну ячейку, так-то доступно вначале две ячейки, одну ячейку нужно приобретать, и я приобрел ее за самоцветы. Так же, как мне кажется, скорее всего, лучше самоцветы тратить на эти ячейки, так как отсюда должен выпадать какой-никакой, ну может не самый лучший, но все-таки лут. Ладно, что ж, смотрим. Что нам отсюда выпадает? Кстати, ящики, они открываются около, то ли четырех, не четырех часов, около двух часов. Два часа, загрузка в игре пока что долгая, потому что хоть и оптимизация в игре есть, но она еще немножечко слабоватая. Вот, например, произошла ошибка, повторите. Давайте еще раз попробуем. Ребят, неужели пришлось перезапустить игру, чтобы она наконец-таки более-менее, что ли, плавно начала работать, потому что сундук не хотел открываться. Что ж, нажимаем на него, что нам отсюда выпадет? Слабое зелье оживления, и все, собрать все предметы. Ну смотрите, здесь фрагменты повыпадали Кузьмы, Асуки и Шахена, в общем, не важно. Суть в том, что вроде более-менее что-то получили. Готово, ну это был первый сундук, давайте откроем еще один, посмотрим, что у нас здесь. Кстати, тут, смотрите, какой-то ключ и написано единичка, сейчас глянем, что там. Сундуки открываются очень долго, из-за этого я стал перезапускать игрушку, потому что, ну, как вы видите, грузится она сейчас хоть и побыстрее, но тогда просто бесконечно она была, и около пяти минут я ждал, ждал и еще раз ждал. Асука, два фрагмента, как вы видите. Ну и что ж, еще один сундук. Это такие сундуки, это не премиум, это обычные. В додзе нужно, конечно же, играть, получать эти сундуки, каждые два часа заходить и пытаться выигрывать. Я этого пока что не делал, поэтому мне выпадают обычные, от них толку, ну, как вы видите, не особо много. Фрагменты огня выпали, поэтому можем, по сути, прокачать персонажей, мне кажется, по возможности. И тут, да, фрагменты накапливаются потиху. Скоро новых перцев, в Драгунова откроем двухзвездочного, пока что у меня однозвездочный только есть, и все. Так, мне показано, что здесь какие-то новые карты, то ли что появились. Я так и не понял, чего это единичка? Единичка чего? Получить, получить, получить. Ну, давайте нажмем получить, что это такое. Этого я понятия не имею, что это, но ладно, мы получили. Окей. Ладно, неважно, суть, наверное, даже не в этом. Мы что-то получили, а что, я так и не понял. Здесь, кстати, такая же есть тема. Получить. Наверное, все-таки один фрагмент этого перса выпадает, то ли что. Либо вазы карты появляются. Кстати, здесь есть также снаряжение, но на снаряжение я пока что не обращал внимания. Вот вазы карты какая есть. Ну, да ладно, пока что в этом мы разбираться не будем. Кстати, вот эта вот тематика с вазы картами мне чем-то напомнила Hearthstone. Возможно, сравнения не очень, но все-таки тут тоже нужно правильные комбинации подбирать и так далее. Выпадают разные карты, и ими нужно правильно играть. Еще немножечко так слегонца напомнило игру Clash Royale. Не знаю почему. Ну, просто вот эти вот карты, они все-таки эксклюзивные, поэтому я могу сравнивать только с этими играми. Ладно, что ж у нас здесь? Здесь жетоны. Вот смотрите, тут за жетоном можно приобрести, но мне всего два жетона, нужно 1850. Что ж, берем премиум набор за 60 тысяч, смотрим, что выпадет. Инвентарь наборов даже есть. Вот сейчас этот набор в инвентарь упадет, типа накапливаешь, накапливаешь, и потом открываешь. Кстати, раньше базовый набор, по-моему, 6 тысяч стоил. Либо 9, не, все-таки он 9 стоил. Это уже моя ошибка, скажем так. Так, ну, отлично, неужели? Я надеюсь, здесь какой-нибудь супер-пупер-серебряный хотя бы персонаж выпадет. Ну, смотрите, трехзвездочная панда, золотая карта. А, ну это фрагмент, блин, это фрагмент только. Я-то думал, ну и плюс еще вот эти вот ваза-карты выпали. Ага, и Паул. Тоже фрагмент. Понятно. Ну, в общем, такой себе наборчик. Конечно, эпический хотелось бы открыть, но миллион накопить сложновато. Так, здесь у нас тоже. Ну и самоцветы, как вы видите, можно приобрести. В общем, такие вот дела. Да, выпадали мне фрагменты. Эти вот наборы нужно открывать, чтобы выпадали более-менее презентабельные, скажем так, персонажи. И, как вы видите, вот потихоньку я панду начал заполучать. Где она? Она выше, наверное, будет. Но она трехзвездочная была. Вот, 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 панда. Да. Прикольненько. Ладно, что ж, давайте перейдем дальше. Тогда, наверное, в бой. В бой. И я даже не знаю. Пойдем в сюжетку, скорее всего. Первый акт. Мы еще, как вы видите, прошли только три главы. Мы переходим на четвертую, на четвертую главу. И вот здесь можно подобрать карты. Может, у меня более прокаченные есть. Ну вот, смотрите, у меня хоть второго уровня, но вот этот тут перс, он, что ли, гораздо круче будет. Хотя нет, я взял его и выбрал. Не-не-не, не совсем. Так, вот так вот. И, наверное, за место нее возьмем. Вообще, давайте сделаем вот так. Вот. И вот так. Да, вот таким вот образом сыграем. Хотя два огня. Смысл. Вдруг там бонус какой-нибудь будет идти, поэтому возьмем. Наверное, все-таки, да. Вот этого вот персонажа. На кейсике чем-то похоже. Ладно, что ж, начать. Я просто не знаю персонажей Тейкина. Серьезно. Я ознакомливаться с ними начал буквально пару дней назад. Поэтому у меня все с Мортал Комбатом связано. Так, что ж. Бой против Панды. Давайте пробовать. Я уже забыл, как играть, если честно. Так. Хорош. Блин, пробил защиту. Эх. Не получилась комбинация. Так. Давай, давай, давай. Вторую карту сразу же. Отлично. Подходим, подходим. Готово. Давай. Блин. Победа. Отлично. Хоть я тут очень много промахивался картами, но под конец. Мы добили Панду. Ну, сложно было, кстати. 145 урона я при этом получил. Ну, у меня хилок достаточное количество, поэтому я думаю, что насчет этого париться особо-то не стоит. Продолжить. Спасибо большое, загрузка, что ты так меня любишь. О, господи-то, а. Спасибо. Все, загрузилась. Ну, видите, что игра еще пока что не особо загружается хорошо. Так, ну давайте сюда пойдем против Мартелл. Артист. Я не играл. Стихийный бонус урона плюс 15% везде, что ли? А нет, не везде. Вот у меня стихийный бонус здесь есть плюс 15%. Выбираем, значит, Кузю. Кузя, тащи давай. Извиняюсь перед всеми фанатами. Люблю называть его Кузей, поэтому... Такие дела. Воу, вот это я подскочил. Тихо, тихо, женщина. Так, ладно, не буду я без толку наносить урон. Готово. Так. Отходим. Отлично, у меня сейчас... Разблокируемый удар. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Отходим. Блин, надо было разблокировать сначала. Ладно, ждем. И добивание. Победа. Снова победа. Хоть и здоровье я снова потерял. Но где-то приблизительно столько же, сколько у той женщины до этого. 162. Нет, чуть больше нанесла, кстати. Хоть у меня и, кстати, был бонус какой-никакой, но все-таки, как вы видите, я проиграл. Ну, не проиграл, точнее, а по мне нанесли урон. Так, давайте играть таким вот образом. Давай, мой пинок отправит тебя прямо в ад. Окей. Ну что ж, попробуем сейчас. Нифига у него кости хрустят. Блин, снова одни кулаки. Кулаки одни это очень плохо, потому что, типа, драться на одних кулаках, ну это как-то... Так, все, отлично. Теперь норм карты пошли. Сейчас я хотя бы панка смогу разблокировать. Отлично. Погнали, погнали, еще один удар. О, хорош просто. Просто офигенно круто. Блин, а я дать что-то пройти не могу. Подходи. Готовый второй удар на добивание. Победа. Я не знаю, он нанес по мне урон? По-моему, он не нанес урона. И если бы у меня полное здоровье было, то был бы своего рода перфект. А так перфекта никакого нет. Да, он получил урона ноль. Но здесь мне повезло с картами, потому что выпал сразу первый, второй, третий прием. Я смог комбинировать их и таким образом, конечно же, нанести дохренище урона. Ладно, продолжить. Следующий бой. Что у нас здесь? Бонуса. Ну, вот есть стихийный бонус. Ну, я не знаю, Нина играет. Но давайте попробуем. Есть стихийный бонус 15%, значит, нужно пробовать. В любом случае. Будет весело. Здорово. Так, давайте отойдем. Оп, хорош. Пускай он так попрыгает немного. Ну, здесь я в блоке. Блин, он... Ой-ой-ой, я неправильно комбинацию использовал. А, ладно. Какая хорошая работа. Тут не было хорошей работы. Так, отлично. Не-не-не, не используй еще одну карту. Блин, тут защита появилась по-быстрому. Ох. Давай-давай. Готово. Хорошо, что защита вовремя разблокировалась, и я смог добить персонажа. Фу, блин, жестко, жестко. Что сделано, то сделано. Говорит она. И это правда. Это истинная правда. Что ж, мы переходим дальше. Так, 500. Окей. Ну, давайте играть, наверное... Да, стихийный бонус, как вы видите. Нужно играть с этой женщиной серебряной. Давай, мой пинок отправит тебя прямо в... Снова одно и то же говорит. Роботу вообще срать, по-моему, на ее слова. Он такой шею размял, такой, типа... Ну че, сейчас у тебя пара у женщины. Ладно, блок. Иди сюда. Подойди поближе. О, молодец. Хорош просто. Так. Этот удар я не трачу, потому что сейчас комбинация будет нехилая. Так, комбинация нехилая. Да-да-да-да, вот. Смотрите, он подойдет сейчас. Блин. Ну, знаете, в любом случае получилось, но я разблокировать его не сумел. Он отскочил. Так бы было все гораздо красочнее. 12 урона получено. Все-таки он нанес какой-то, по мне, урон. Продолжится. Так, следующий бой, следующий бой. И здесь у нас какой-то челик непонятный. Так, стихийный бонус. Ну, давайте, значит, ею снова играть. Ну, сложновато, если честно. Но расконцентрироваться здесь получается не очень легко. Ладно, пробуем. Блин, надо было отходить. Тут можно 100% отходить. Ох. Много он по мне урона нанес. Я скажу вам. Давай-давай-давай. О-о-о, пауза аж сработала. Пауза аж сработала. Но у меня комбинация неправильно пошла. У меня неправильная комбинация пошла. Давай-давай, разблокируй. Разблокировали его первый удар и второй надобивание. Отличненько. Все, здоровья у него осталось очень мало. Победа. Ну, здесь уже загрузки остальных карт смысла особо не было. Беги к мамочке. Отлично. Продолжить. И остается, получается, битва с боссом. Это у нас босс. И, как вы видите, здесь стихийный бонус имеется. Хотя, ну, преимущество на моей стороне написано. Поэтому будем пробовать. Давай, мой пинок. Ну, блин, она одно и то же говорит. Надо добавить разных фраз хотя бы. Готовься. Ладно, окей. Готовлюсь. Так, отходим, отходим, отходим. А то хрен знает, к чему готовиться. Лучше ни к чему не готовиться. Так. Отлично. Мне посоветовали эту карту. Я ее играю. Так, отлично. Половину здоровья мы отняли. Давай, 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 давай. И вторую. Сразу. Отлично. Подходим, подходим, подходим. Победа. Фу. Отлично. Она, по-моему, урона даже по мне не нанесла. Неплохо. Так. 18. Нет, все-таки нанесла. Какой-никакой, но урон она все-таки нанесла. Ладно. В целом, в целом все равно это победа. Это красиво смотрелось. Ну и что ж, давайте нажмем, чтобы открыть. Так, достигнут лимит. Собрать все. И, кстати, смотрите. Мы ее фрагментик получили. Как в Injustice 2 Mobile, например, когда мы сюжетку проходим. Там приблизительно все то же самое. Но это первый акт только. Что ж, давайте я, наверное, пройду. Пройду вот эту вот часть сюжетки на 100%. И мы посмотрим, какая будет вторая награда. И что там будет валяться. Что ж, ребята. Я снова дошел до этого персонажа. Тут, как вы видите, стихийный бонус дается. А у меня остался только этот перс. Потому что, блин, здоровья не так много у всех было. И, короче, я всех слил. Так, подходить я сразу же наносить урон не буду. Потому что у меня защита должна появиться. Оп. Пробиваем защиту. И наносим удар. Так, это первое комбо. Она должна загореться. Как я понял, когда персонаж загорается, он наносит какой-то супер-пупер урон. Хотя, возможно, я ошибся в этом плане. Но, как вы видите, пока что получается. Но здесь мне приходится... Ох, блин. Главное не проиграть сейчас. Так, отлично. Подходим, подходим по-быстрому. Наносим еще один урон. И да, добиваем. Фу. Я уже думал, что я здесь проиграю. Потому что зажала она меня в угол. Наносить урон нельзя было. А я плюс еще отпустил блок. Ну и 291 урона получил. Она 580. Ну, неплохо. Неплохо. Что ж, прошли на 100%. Давайте посмотрим за 100% прохождение, что нам выдается. Скорее всего, все то же самое. Ну, смотрите. Фрагментик выдали. Ну и да, я дошел до пятой главы. До пятой главы. Но пятую главу мы уже потом изучим. Так, ну и награда за новый уровень. Вот это вот моя награда за новый левел. Возможные награды. То, 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 то. Давайте заберем. Посмотрим, что мне выдадут. Зашел я снова в игру. И что? Мне тут, получается, Катарину можно неплохо прокачать. У меня 375. Я заметил вот этих вот штуковин есть. Да, поэтому давайте прокачаем ее сейчас. Скольки получится. Аж до седьмого левела повысил ее. Неплохо. Так, ну и давайте здесь смотреть. Что у меня на ловкость имеется. Скорее от перезарядка у ваза пробивания блока. Скорее от перезарядка у ваза страйка. Ваза броска. Ну, мне по большей части ваза бросок бы. Вы действительно хотите купить этот навык? Он уставит 1 очка навыков. Ну, да, блин. Хотя, пробивание блока давайте приобретем. Так, все. Я поставил сюда, получается, эту карту. Дальше сюда давайте тоже выберем вот эти вот карты. Ускоряет перезарядку ваза оглушения. Да, поставим. Не, ну ваза оглушения мне не нужна. А вот подброса почему бы и нет. И еще тогда карточку на ловкость. Или полезные свойства повышает восстановление ОЗ вне игры. Улучшает исцеление после матча. Повышает ОЗ в сюжетном режиме. Давайте повышает ОЗ в сюжетном режиме. Потому что я за сюжетный режим играю довольно часто. Поэтому эта карточка мне понадобится. Ну, в общем, так вот получается у нас. Мы потратили на нее очень и очень много всего. Поэтому, что ж. Будем ждать, пока она восстановится. Ну и после я, наверное, поиграю за нее. А на этом пока что, ребят, все. Вот такой вот получилась у нас вторая серия. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.